Hello, dear! Hello, my dear students! Hello, my dearest second graders! Рада вас приветствовать на уроке английского языка. Итак, продолжаем нашу тему. Повторяем теперь ее. Lessons 11-12. Этот урок будет двойным уроком. Он рассчитан на два занятия у нас. Итак, упражнение 1, страница 97. Необходимо нарисовать лица. Вот такие вот. Одно фруктовое личико в себя в тетрадочке, а второе вот такое вот овощное. И написать the eyes are oranges, the nose is a carrot. То есть описать свое личико. The ears. Чем выступают у нас ушки здесь? The ears are cherries. Далее, the mouth is a banana. The nose is a pear. Так самое необходимо описать и наше личико овощное. The eyes are tomatoes, the ears are carrots, the nose is a carrot as well. And the mouth is a cucumber. Попробуй сделать это задание самостоятельно и описать его. Упражнение 2. Draw the table. Нарисуй эту таблицу. И необходимо потом ее будет озвучить. Например, вот у нас есть имя Ben N. Отношение Ben N к огурчикам, cucumbers, carrots, морковке, orange, апельсину. Спрашиваем у Бена. Do you like cucumbers? Yes, I do. Бен любит огурчики. Подходим к N, спрашиваем. N, do you like cucumbers? No, I don't. А вот N не любит огурчики. Зато Бен и N оба любят carrots, морковь. Так же самое и orange. Апельсинки тоже они любят. И затем нам необходимо о них рассказать. Допустим, вот про cucumbers, про огурчики. Ben likes cucumbers. Бену нравятся огурчики. But N doesn't like cucumbers. А вот N не нравятся огурчики. Давай дальше озвучим. Carrots. Их отношение к морковкам. Как мы видим, смайлик довольный. Значит, Ben and N like carrots. Так же самое, как и orange, апельсинку. Ben and N like orange. Они оба любят апельсины. Упражнение 5. Play the game. Поиграй в игру. Picture 1. Картинка первая. Let's play a shopping game. Давай поиграем в игру о шопинге. О покупках. О покупках. Итак, вот детки сидят и готовятся. То есть, они готовят что? Они готовят картинки с продуктами. Picture 2. Can I have a cake, please? Не передадите мне, пожалуйста, пироженку. Yes, here you are. Пожалуйста, держите. 3. It's your turn. А теперь твоя очередь, говорит девочка мальчику. Can I have an orange, please? Можете мне дать еще апельсинку, пожалуйста? Sorry, no oranges. Извини, нет апельсинок. 5. Пятая картинка. Can I have a banana, please? Можете ли вы мне дать бананчик, пожалуйста? Таким образом продолжайте свою игру. Обмен на фишечками. I win, говорит девочка. То есть, она собрала походу весь набор продуктов. Well done. Молодец. Молодчинка. Упражнение 6. Listen and match. Необходимо прослушать и соединить. Кто из нашей королевской семьи что любит кушать? У нас есть king, король, queen, королева, prince, prince and princess, принцесса. Из еды у нас есть soup, у нас есть sweets, сладости, у нас есть potato и у нас есть chicken. Сейчас слушаем и соединяем каждого из этих героев наших с его любимыми продуктами. Принцесса. Принцесса. Принцесс. Принцесс. says, I don't like potatoes, I don't like chicken, I don't like soup. Can I have some sweets, please? Okay. So, king likes potato, король любит картофель, queen likes chicken, королева любит курочку, prince likes soup. Принцу нравится суп, молодец, принцесс, likes sweets. She doesn't like, she doesn't like chicken, she doesn't like soup, and she doesn't like potato. Упражнение 7. Давай прочитаем этот коротенький текст вместе. Лиз, Ник, Бен, and Вик are at school. Лиз, Ник, Бен и Вик в школе. It is a lunch time. Сейчас время обеда. Но мы видим, что детки сидят в столовой, скорее всего, на обеде. Look at Liz. Посмотри на Лиз. This is her lunch. Это ее lunch. What does she like? Что ей нравится? Что ей нравится? Вот сразу смотрим, так, на картинке, все видно. She likes chicken. Ей нравится курочка. And salad. И салатик. Вот на одной тарелочке. She likes cheesecake. Ей нравится cheesecake. And tea too. И чай тоже. Вот буквально все, что описали, то мы и увидели на картинке. Look at Nick. Посмотрим теперь на Ника. Does he like cakes? Ему нравятся пирожные? No, he doesn't. Нет, не нравится, потому что мы не видим у него на тарелочке пирожных. He likes yogurt and milk. Ему нравится йогурт и молоко. He likes sandwiches too. Ему нравятся бутерброды тоже. Look at Vic and Ben. А теперь посмотрим на Вик и Бена. What do they like? А что им нравится? Давай с тобой вместе опишем. Look at Vic. This is her lunch. What does she like? Что ей нравится? She likes soup and sandwiches. She likes juice too. Ей нравится суп, бутербродики и сок тоже. Look at Ben. Посмотрим на Бена. What does he like? Что ему нравится? He likes tomatoes and cucumbers. Ему нравятся помидорчики и огурчики. He likes rice and cocoa too. Ему нравятся рис и какао. Я могу предположить, что это рис у него, наверное, в тарелочке. Окей, вот мы и описали еще меню Вик и Бена. А теперь перейдем к нашей рабочей тетради и посмотрим еще и опишем, что же нравится деткам в этой тетрадочке. Итак, look in your pupils book and write. Посмотри и напиши. Смотри, только что мы об этом говорили, что нравилось Вик и что нравится Бену в ланче. Давай с тобой попробуем это сделать. It is lunchtime. Сейчас время ланча. Вот слово lunchtime у нас в учебнике, поэтому можно его использовать, переписать себе в тетрадочку. Look at Вик. Посмотри на Вик. What does she like? Здесь необходимо вписать вот это вот слово does с маленькой буквы. What does she like? She likes soup, a sandwich and juice. Она любит суп, сэндвич, бутерброд and juice и сок. Все эти слова у нас были в этом юнити, поэтому спеллинг, их правописание, вы можете подсмотреть в учебнике. Ну и допустим, давай зададим вопрос. Does she like potato? Ей нравится картофель. No, she does not. Нет, не нравится. Можно вписать любое слово, продукт, который здесь на картинке у нас не изображен. Пойдем теперь к Бену, посмотрим, что там Бену нравится, что ему не нравится. Итак, look at Ben. Посмотрим на Бена. What does he like? Что ему нравится? Опять слово does. Вот это вот необходимо с маленькой буквы переписать сюда. Ну и давай же посмотрим, что он там любит кушать. He likes tomatoes, помидоры ему нравятся, cucumbers, рис, рис and cocoa. Также ему нравится какао. Does he like soup? Нравится ли ему суп? Любое слово, любой продукт сюда вписываем, которого нет на картинке. No, he does not. Нет, суп ему не нравится. У него же его нет сейчас на подносике. Значит, ему суп не нравится. Делаем такой вывод. Well done. Напоминаю еще раз, что это видео занятие рассчитано у нас на два урока, поэтому распределяйте свои задания, выполнение своих заданий по нашим двум урокам. Посмотрите в контекст нашего задания, в содержание нашего урока. А на сегодня все. Сегодняшним видео уроком мы закончили тему I like carrots. В следующем видео начинаем последнюю тему нашего учебного года, тему восьмую Seasons and Clothes. Время на года и одежда. Будет весело, интересно и забавно. А оставайтесь с нами. Goodbye. See you next time.